Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0 улица Крымская 242 офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. День Победы не заканчивается 9 мая. Высоким забором по тротуару. Как становятся медицинскими сестрами, встречая праздник рабочими буднями? Живи, родник. Территорию у источника чистой воды не узнать. Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев на селекторном краевом совещании подвел итоги празднования 70-летия Победы. Вениамин Кондратьев поставил высокую оценку подготовки и проведению Дня Победы. Орг. комитет отработал мероприятия, приуроченный к Убиле Победы на высоком уровне. Надо, конечно, отдать должное не только в крае Краснодаре, но и в целом по краю. И прошу руководителей структурных подозрений органов исполнительной власти края и муниципалитетов, естественно, от моего имени поблагодарить всех, кто трудился в эти праздничные дни. И отдельная благодарность, отдельная благодарность, это организаторам акции «Бессмертный полк». Я хочу сказать, кто там даже не шел в этом полку, в этой нескончаемой ленте из людей, а даже рядом был. То есть энергетика и общее ликование и гордость за своих предков и за Великую Победу, она ощущалась, наверное, даже просто на расстоянии. Надо сделать так, заметил он, чтобы День Победы не заканчивался на следующий день после 9 мая. Вениамин Кондратьев предложил также обратить внимание на просьбу новороссийских ветеранов об увековечении памяти всех воинов, освобождавших город. Я думаю, что достаточно в российских вот таких памятных мест, где можно просто это делать. Но люди просто, если это просят, значит, обостребуют, значит, это нужно. Глава НАПА поддержал эту инициативу и предложил собрать со всех структурных подразделений предложения для круглогодичной работы с ветеранами и придумал, как будет называться эта работа. День 70-летия Победы, теряя год 70-летия Победы, вот так будет называться план мероприятий. Надо создать рабочую группу, насколько я понимаю. И план тоже это включить. Вот. Моим распоряжением создать рабочую группу именно по этому направлению. И сегодня открыть же тех, кто уже увековечен на наших монументах. Следующее значимое мероприятие – это День освобождения Анапы, да? И следующее – Новое 9 мая, то есть 71-я годовщина Победы. Вот к этим мероприятиям и готовить. Я думаю, что плиту из 50-100 фамилий дополнительную мы способны к сентябрю месяцу легко сделать. Если все дружно включатся в эту работу, то на гранитных плитах ко дню освобождения города появятся новые имена защитников Анапы. Мы еще долго будем говорить о том, каким замечательным получился самый главный праздник нашей страны. Награды за большой вклад в организацию торжеств – достойная оценка работы главы города воинской славы. Парад, посвященный 70-летию Великой Победы 9 мая, еще раз продемонстрировал, что город воинской славы и в мирное время обладает военной мощью. Торжественным маршем по главной городской площади прошли 16 парадных расчетов. 768 человек чекани-шак понимали, что на них с гордостью и надеждой смотрят анапчане, любуются их ладной выправкой ветераны. Это было красивое, хорошо организованное зрелище. Под громогласное «Ура!» по главной городской площади чеканили шаг войсковые части Анапского гарнизона. Представители казачества – кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова, курсанты Института береговой охраны ФСБ России. Принимал прохождение войск командир 1145-го артиллерийского полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, гвардей-полковник Алексей Разгулин. После праздника Алексей Павлович вручил главе города-курорта Сергею Сергееву медаль, учрежденную Министерством обороны, за отлично организованную подготовку и проведение парада в честь 70-летия Великой Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие возможности самостоятельно посетить многофункциональный центр, смогут оформить государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома. Специалисты МФЦ консультируют ветеранов на дому и помогают подготовить необходимые документы. Опыт достойный распространения во всех структурах. Ветеран Великой Отечественной Иван Вартаньян штурмовался пунгору в Севастополе, освобождал Молдавию. Военными дорогами гвардии рядовой прошагал всю Европу и встретил День Победы в столице Австрии и Вене. Ему, безусловно, приятно, что уважили его возраст и заслуги. Специалисты МФЦ рассказали ветерану войны и его супруге об услугах, которые они предоставляют на дому. В перечне их более 200. Мы проезжаем по каждому ветерану, уточняем, какие предварительно им нужны услуги. Потом оставляем список для ветеранов, для их родственников, чтобы они уточнили, какой услугой они многофункционального центра города Анапа хотят воспользоваться. Вся работа МФЦ бесплатная, оплачиваются только государственные пошлины. Документом, подтверждающим право на получение услуги, является удостоверение ветерана. Если необходима услуга в МФЦ не оказывается, ветеранов консультируют, где и как ее можно получить. Далее специалисты многофункционального центра отправились по адресу к ветерану Великой Отечественной Виталию Титаренко. Вместе с братами-отцом сражались против немецко-фашистских захватчиков в составе партизанского отряда. Во время войны мы здесь, есть северский район, станица Дербинска, там и партизанели. 15 лет после 8 класса сразу туда умчались под бомбежками, оттуда делали вылазки, выполняли задания командования отряда. Отряд назвался Иль, по названию нашей реки в станице Ильской. Сотрудники МФЦ рассказали ветерану о возможностях центра и подготовке необходимых документов. Предоставление госуслуг на дому для ветеранов не закончится вместе с празднованием годовщины со дня победы. 12 мая во всем мире отметили Международный день медицинской сестры. Наша съемочная группа заглянула в хирургическое отделение Анапской горбольницы с одним вопросом, кто и как приходит в эту не очень высокооплачиваемую и не самую благодарную профессию. Маргарита Кулиш уже с детства знала, что пойдет по маминым стопам и станет медицинским работником. Операционной медсестрой девушка работает два года, сразу после окончания Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Вместе с хирургом она на операции до тонкости вникает в ее детали. От ее квалификации, знаний и практического умения во многом зависит исход оперативных вмешательств, как и сама судьба оперированных больных. Чтобы во время операции не было никаких инцидентов, чтобы инструмент всегда был, то есть, ну, чтобы вот в случае чего-то экстренного не бегать, не искать ничего. То есть, все понимать, все взвешивать и быть на два шага впереди хирурга для того, чтобы был результат. Сегодня эта должность не пользуется спросом среди молодежи, поскольку для выполнения подобной работы необходимо нести очень большую ответственность перед пациентом. Она в среде самых молодых медсестер опытная, ответственная. Она у нас с таким характером достаточно, который подходит ее характер операционной сестры. Все мероприятия по подготовке операционной к работе входят в обязанности операционной медсестры. Поэтому ее работа ответственная. Очень. Операционная сестра – это элита медсестер. Но если не готова, лучше не нужно. Нужно, ну, как бы, уверенно себя в этом чувствовать. Поэтому всего лишь навсего. Если есть желание, то попробовать, конечно, стоит. Майя Бордюк начала работать санитаркой в хирургическом отделении еще во время учебы в медицинском колледже. После его окончания стала процедурной медсестрой. Майя выполняет все врачебные назначения, делает уколы, ставит капельницы, берет кровь из вены для исследований. Эти процедуры требуют высокой квалификации и безупречного умения. Но она о такой работе мечтала с детства. Я планировала учиться, но чувствую, что сердце подсказывает, надо остаться медсестрой, помогать больным, именно ухаживать за ними. Потому что, когда ты видишь уже глаза больного, когда он счастлив и писается, он говорит тебе благодарность. Это очень приятно. Только человек с добрым сердцем и желанием помочь другому сможет полностью посвятить свою жизнь медицине, что и делают молодые представительницы этой профессии. Снести старое здание, завалить участок строительным мусором и все это спрятать от посторонних глаз за высоким забором. Распространенная практика. Но глава города намерен рушить старые привычки. В межсанаторном проезде снесли старое здание. Огородили все высоким забором, прихватив изрядно муниципальной земли. Забор установили прямо на проезжей части, лишив людей возможности нормально идти к морю. Во дворе строительный мусор и уродливые остатки снесенного здания. Картина распространенная, история повторяющаяся многократно. И мне показывают, что по кадастру это его земля. Метер не положено, но здесь есть схема. Вот это вот захват. Где он сейчас? Вот это? Да, вот отсюда. Там видно вот здание старое. Вот отсюда вот. Отсюда идет в сторону дороги захват 13 метров. На кадастровом же плане все выглядит по-другому. Вот выходим на улицу, посмотри сюда, посмотри на прибордюрку. Вот здесь пойдут отдыхающие. Во-первых, как они пойдут, мне интересно. По проезжей части. Здесь же еще и машины будут ехать. Тогда надо перекрывать здесь движение, чтобы транспортные средства не ехали. Открывать движение пешеходов, ставить знак – это тоже решение. Либо вот это все уродство – убирать сюда и делать тротуар. Не такие большие здесь затраты. Внешний вид здания, которое в таком неприглядном виде собираются, похоже, сдавать отдыхающим, и состояние прилегающей территории – отнюдь не частный вопрос. Она по курортный город, и все силы сегодня брошены на подготовку к сезону. Уродливое сооружение на въездной трассе, как позорное пятно. Чтобы проблема стены, вот эту ту и с той стороны покрасить, облагородить, или баннером закрыть, как мы военкомат закрыли. Проблема? Нет. Это не проблема. Просто ни у кого нет желания. Каждый день ездим мимо, смотрим, ну и все нормально. В рамках подготовки к новому курортному сезону в Анапе обновили тренажерную площадку на набережной. Уникальный спортивный городок никогда не пустует. Спортивные тренажеры на набережной курорта уже давно приглянулись не только местным жителям, но и гостям города. Летами желающих поддержать физическую форму взрослых выстраивались целые очереди. Дети же облюбовали спортивные снаряды в качестве увлекательного развлечения. Ряд тренажеров придется подремонтировать. В преддверии нового курортного сезона появятся и новые спортивные снаряды, которые воспринимаются как игровые, а дают заряд бодрости всему организму. Прокомментировала работы на набережной начальник ЖКХ Анжелика Бузунова. По поручению главы города мы производим сейчас замену старых тренажеров на новые на высоком берегу для удобства гостей и жителей нашего города. Также по поручению Сергея Павловича в ближайшее время в микрорайонах будут установлены спортивные тренажеры. Не зарастет народная тропа к роднику, вокруг которого теперь уютно и красиво. Приглашаем испить чистой воды из источника вместе с нашим корреспондентом. Ни минуты родник не пустует. Каждый третий автомобиль сворачивает к плакучей иве. С бутылками и канистрами к источнику спешат за день сотни людей. Иногда бывают даже очереди за свежей и прохладной, при этом очень чистой и вкусной водой. Уже в течение лет пяти ездим, набираем воду. До недавнего времени здесь, конечно, было немножко, как бы сказать, непультурно. Хорошо стало, приятнее приезжать, приятно даже просто остановиться, попить, роткнуть. Я скажу, молодцы те, кто приложили руку к этому источнику. Ставим, пьем и так пьем, чай и готовим. На площадке у родника теперь по-настоящему уютно. Кристально чистая струя льется из чаши, которая охраняет пасть бронзового льва. Подывы путешественников, желающих отдохнуть, ждут скамейки и деревянный стол. Оборудована парковка для автомобилей. Декоративной плиткой выложен тротуар к источнику. Удобно подойти. У нас находится дача в ТСЖ Колос. И так как там отсутствует вода, мы часто сюда приезжаем, к этому источнику, набираем водички. Используем ее как пьем, так и в сельскохозяйственных нуждах. Поливаем там цветочки и все остальное. Дача уже давно, порядка 12 лет. Вот порядка 12 лет, сюда и приезжаем. Стало симпатично, сделали камушек симпатичный. Ну и удобно стало набирать. Теперь родник у Куматыря, яркая и приметная достопримечательность курорта. А завершит выпуск прогноз погоды. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В этом году весна не особенно нас радует теплом. С тем большей радостью мы принимаем каждый погожий и теплый день. Четверг будет солнечный, не день, а мечта. Южный ветер, ясное небо, плюс 16 градусов днем и до 13 градусов тепла ночью. Спонсор прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы. Самое время заглянуть и порадовать себя приятными подарками, чтобы к началу курортного сезона быть на высоте. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30-31-0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин